Тонировка и установка штор на стекла автомобилей не только защита от яркого весеннего солнца, но и причина многих аварий, рассказывают в госавтоинспекции. В темное время суток видимость через затемненное стекло падает в несколько раз. Как следствие, наезды на пешеходов и столкновения с другими автомобилями. В ГИБДД усилили контроль за машинами с темными стеклами. Прошу всех проявить именно сознательность и привести к второе стекло автомобилей в нормативное постоянное. Это очень важно, прежде всего, для безопасности самих водителей транспортных средств. Потому что, ну, известно, доказано научно, что эксплуатация автомобилей со стеклами, светопропускание которых не соответствует требованиям гостя, как раз очень серьезно именно ухудшает обзорность места водителя. Рейды по тренировке с апреля по сентябрь будут проходить чаще. Два экипажа ДПС стоят в разных местах и сообща выявляют нарушителей. Протокол составляют в отношении тех автомобилистов, чьи стекла затемнены более чем на 30%. В этом случае водитель привлекается к административной ответственности, ему выписывают штраф 500 рублей. Впрочем, если нарушитель снял тонировку на месте до замера, от наказания он освобождается. Сами автомобилисты к затемнению стекол относятся неоднозначно. Вообще, на самом деле, с тонировкой ездить мне нравится, потому что вот особенно в жаркую погоду, ну, очень комфортно. Но, конечно, обзор ухудшается, это некомфортно. Ну, сама не тонируюсь, но как бы легкая тонировка, в принципе, это ничего. А так вот в круг я отрицательно отношусь. Потому что это действительно препятствует какой-то визуализации четкой. Напомним, что нанесение пленки допускается только на задних стеклах боковых, задних и верхней части ветрового стекла. При этом прозрачность стекол должна быть не менее 70%. Светлана Кудрявцева, Никита Колосов, Василий Колдашов. События.